И темпа, и других вещей, и разбитие карьеры тех, кого мы взяли, потому что не просто отобрал лучше, вы решите. Лучше должен стать талантом. Вот принцип Росатома. И здесь мы лучше должны быстрее строить систему развития карьеры, которая существует в Росатоме. Уровни корпоративной карьеры, все это в базе, все это электронно. Но об этом желающим я расскажу на бережную. И давайте последний, последний. Да, 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 да. Вот этим я хотел закончить, что наш фенеральный директор, он что, говорит, что нам нужны люди способные и так далее. Но которые хотят развиваться. Вот развивать физические скамьи, делать из человека лучшего, принимать его на работу, и чтобы он на работе тоже знал, что из него сделают лучшее, если не дальше было запрещено. А он старается. У нас строится система. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Значит, я думаю, что интерес будет задать вопрос у представителей профилей ценностей предприятий по системе отбора лучших студентов. Студентов и студентов-выпускников. Студентов Саши Кустникова, студентов-выпускников. Вот мы работаем. Хорошо. Да, Дмитрий Алексеевич, пожалуйста. Можно ключевой слайд? Какой ключевой слайд? Первый, второй, второй. Сначала, самый, первый. Как вы отслеживаете требования по мотивации на работу в год? Смотрите, требования, начиная по отслеживанию, мы не отслеживаем, мы их определяем. И их определяем, когда вот, давайте снова уже, ниже слайда, значит, ну нет, нет, давайте, 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 вот, нет, вот это выступление, видите, вот здесь у нас проводится интервью, разработанный там, понятно, что есть момент субъективный, и это сложная структура мотивации, это очень сложная структура, мы знаем, да, и психологию изучаем. Но, тем не менее, все равно надо посмотреть, надо задать человеку вопрос. Молодые люди, они, я не скажу, что они наивные, но они не отобритые, говорят, говорят, мне вот надо то. Потом проводятся опросы, что человеку нужно, у нас оставляется, там, рейтинг, и деньги не на первом месте могут быть средствами, на первом месте возможность развития. И поэтому вот то, что осталось с заказом, вот это, кстати, не хватает времени там, вот это мы и не покажем. Поэтому есть вот это, есть, и еще сами критерии вот этого, по компетенциям и так далее, они дополняют. Здесь, здесь вообще, значит, два теста, это цифровой и невербальный. И вах-вах, я тоже проходил, всех пропускают, не просто. Вот, здесь, пожалуйста, бизнес-игра, оценивают там, ну и так далее. Это все проводится на днях карьеры Росатома, значит, в Тель и так далее, различные вот эти вот занятия. Поэтому пытаемся определить, пытаемся, но мотивация самая сложная параметра. Но она есть, а у детей. На каком этапе молодой узнает, что он в будущем? На разных этапах. Вот смотрите. И он это узнает? Не только узнает, он деньги даже заплатят. В прошлом году мы приняли студента нашего. Почему студента? Потому что по этой схеме. Бакалавр закончил. Сычев Сергей, с бюллетеком, правда. Все, поехал на дни карьеры. Там тоже разные игры, значит, территория не карьера, вот у меня есть эти слайды. Ну, там, значит, ну, надо будет, давайте потом, чтобы они просмотрели. Вот. И все. И он там стал победителем. Если человек выделить, ему стипендию 20 тысяч каждый месяц. Каждый месяц не получал, получил в конце года 200 тысяч. За вычетом 13%. Там налоги на плате. Блога, хорошо, он узнал. Дальше. Есть карьерный паркал Росатома, да? Где заносится эти данные. Есть вообще другие вещи, и на нем можно посмотреть. Что он не просто может посмотреть, что он лучше. Есть у меня и аппетит, там, который запланирует, вот такая длинная. А сколько у него баллов, то есть, насколько он лучше. Насколько Иванов, образно говоря, лучше, значит, Петрова. Это все на портале можно увидеть. А его коллеги вот... Какие коллеги? Ну, давай, живи и работе. Иванов, будешь ли, а я на тебе работаю? Консидор, председатель, что Иванов, будешь ли? Нет, подождите. Мы говорим не о работе, мы говорим о моцеркви студентов. Вот мы их. А потом, когда он уже будет работать, там опять-то есть. Еще, еще, еще. О, 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 не, 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 еще выше. Вот, смотрите, да? Вот как планируется встроить. Вот здесь год адаптации и развития. Составляются планы там. Наставник обязательно назначается. Он работает. Для того, чтобы в конце, вот эти вот задачи написаны, не буду читать. Значит, когда будет оценка, рекорд, она проводится. И мы будем первые уже не по компетенциям, а по ценностям даже. Ну, проводится, все формализовано. Вот. Он показал определенные результаты, мог бы попасть уже в корпоративный резерв программы «Талантливый атом». Это самый такой, так сказать, неудобный. Потом, видите, здесь уровень руководителя, капитал, достояние. Ну, топ-30 это руководители корпораций и, значит, дивизионов. Я правильно понял, что самый главный критерий – это статус доставника. Ну, дело в том, что вот я не только работаю здесь 3 года до этого, в цикадрельную работу на другой дивизион «Энергомашек». Вы знаете, там все это не только у нас довольно хорошо поставлено для молодых специалистов, паспорт, волоспециалистов. Все, программа адаптации, человек приходит, мы ему 3 рейсом, программа адаптации, и он отчитывается, там, сделать то, сделать то, сделать то. Понятно, что сделать один раз можно великолепно, но самое сложное, конечно, поддерживать. Но это начали пока 3 года, все мы поддерживаем на уроке. Ну, сразу же спрашивают, потому что, ну, вот, потому что очень серьезно мне там, вот, ну, зато, ну, как бы там, пока нет, а вот, видите, они методисты там, они выпускают, они… А Твеновская, защитная психология, еще есть вопрос. – Есть вопрос. – Пожалуйста. – Вы рассказали исключительно, как отобрать лучше. Ну, сманить лучше, отобрать лучше, неважно. А нам надо лучше подготовить. Незаменно, что из дворовой школы, сколько ни отбирает, вы все равно… Он все равно… И есть из элитной школы. Там самый последний троечник будет лучше, чем из дворовой школы, самая-то лучшая отбирает. Теперь вопрос. Наша задача подготовить, ну, вы что-нибудь делаете, кто это подходит? Значит, вы просто отбираете, послечки денег. Видимо, 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 нет. Видимо, так как я торопился, тут жесткие условия, я нечетко донес мыска. А вначале я все-таки сказал, что мы подходим к отбору лучших, из которых будем растить таланты. Не пускай укританы. Вот вы там подготовили у студентов, пожалуйста, в первый раз, потому что у него студенты, а у студентов, значит, дать. Да-да-да, вот-вот-вот, видите, вот они студенты, а мы хотим вот таких сделать, да они вот такие, да? А мы таких хотим из них сделать. И вот это самое главное, что не просто мы отбираем, а мы будем участвовать в их подготовке. Мы же из студентов, из старших курсников, ну как, проводим разные конкурсы, где там даем им производственные задания, с реальных предприятий, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, не так, как ВУЗ. ВУЗ это должен. И цель моя сейчас вам сказать, вот мы такие требования, мы будем участвовать, но главное все равно вы их готовите. В чем ноу-хау? В чем, что такое ноу-хау, я не знаю. В чем новизна была? Новизна в том, что мы до этого занимались, каждый как мог, или хотел, или считал нужным, а с 13-го года строится система корпоративная, система. Ну, насколько это новизна, строить систему это не новое, ну не столь новое, но новое вообще, понимаете? Но для нашей работы в сумме корпоративного это очень важно. Из-за этого серьезно. А в вашей системе как-то предусмотрены какие-то пожелания к ВУЗу, например? Я сначала, например, поясню свой вопрос. Генеральный директор, его и ко мне выпускник, я ему даю задание, он не может его выполнить. Он говорит, меня в ВУЗе учили тому, генеральный директор, его уже можно сказать, 60, тому, чему учили меня в ВУЗе. Потому что там преподают дедушки, и преподают они вот то, что знают. Вы с ВУЗом даете какие-то пожелания, чему именно нужно учить, чтобы выпускник пришел с нужно, не знает, что у них в ВУЗе. Проблемы есть. Сухая теория мой друг, а древо жизни вечно зелено. Илья 25 лет в избор подпадавал, 25 лет, ну, 15 лет, значит, уже работаю практически в службе управления персонала, в Росатоме, до этого, на Энджоре и так далее. И там еще делали в начале двух тысячных. И я хочу сказать, вы ориентируйтесь на свое понимание. Дедушки или молодые, у вас тоже, наверное, проблема смены поколения есть. Вы все-таки здесь главные. Потому что когда, а я, я вот сказал, вот кто я, вот и вот, я и с этой стороны могу, и знаю, и взгляну теперь, и с этой. И когда мы, белословные обвинения, говорят, вот ВУЗу недавно готовят, и я им говорю, принесите, чему готовить? Он ему приносит инструкцию должностного. Говорит, нет, это ты должен готовить по этой инструкции. А ВУЗы должны отдавать мощную техническую подготовку с ориентацией на практику, на последнее дисплее науки и так далее. Все остальное, вот это у нас есть. Мы помогаем, и мы привлекаем и ВУЗы для участия. Я хочу сказать, что у нас существует ассоциация, называется консорциум опорных ВУЗов Росатома, собирается на конференцию. Мы туда приходим, там профессора говорит, ну вот так считаем. Мы говорим, да, вы правильно считаете, но надо по другому. То есть работа, это ведется, но это очень сложная работа. И я бы и сказал, что здесь должны быть главными предприятия. Предприятия должны быть основными в этом деле. А главными должны быть в УЗы, потому что вы учите, а мы только вам рекомендуем. Предприятие это заказчик. Заказчик, да, это заказчик. Заказчик. Но если мы закажем вам танцевать на столах, вы скажете, мы этим не занимаемся, и правы будете. Поэтому, я вам уже говорю, был у меня опыт, когда мы работали там, объединенные четырехзаводы, дежуры, я там был начальником центра подготовки кадров, мне так, ты только соберешься, мы в УЗО, вы там сделаете корпоративную академию, вот в УСАДУ сделаете академию, это дополнительное образование, там все. А что касается, это мое мнение, я еще раз говорю, мое мнение, что он может сказать, нет, мы заказчики. Все-таки, вы, здесь, мы должны прислушиваться, вы должны анализировать, вы должны изучать, как мы изучаем уровень труда, и делать выводы. А мы будем вам помогать. Мы не можем быть главными. Это не ресторан. Показовка, но уже выше школы, это не ресторан. Я плачу, неси мне, что хочешь. Ну, сейчас разные рестораны, я, правда, в них я прохожу, вот сегодня, надеюсь, с вами. А можно вопрос? Да. В принципе, обратная связь. Обратная связь есть. Вопрос следующий. Какой процент ошибки этой системы? Значит, три года только, какой процент, только лучше. Только достижение. Вы укопите, ошибки, вы укопите. Ошибки копятся в процессе практики, не знаете. Пролистайте, вот, ну, вот, ну, вот, видите, вот здесь вот есть обратная связь, да? Где обратная связь? Имеется в виду, вот, обратная, после этого смотрим, как он двигается с руки, вот с этого. Да. Совершенно верно. И вот, я же говорю, эти кораблики, мы встраиваем у нас в систему подготовки корпоративного кадрового резерва, она существует уже пять лет. А сейчас, с 13-го года, три года, мы начали и молодых сюда вставлять, и так далее. Все это есть. Все это есть. Друзья, вы должны, ну, не на всех хватает. Ну, все есть. Поэтому решили готовить только талантливые. Все остальные вкусты, но остальные тоже много вкусты. Все остальные талантливые. А вот, как раз о том, что вы готовили только талантливые. Какой у вас процент от вкуста приходит на обучение, подготовку, развитие уже талантовых? То есть, если брать компетенцию, то, что у нас, да, приход специалистов на ваше предприятие вкладывается с тем, что специалист может в дальнейшем развиваться, значит, у вас введены большие ресурсы для того, чтобы его развивать. В том числе, с определенным академиумом, с актером, в котором вы сказали, что там все как бы и не не гордешь. Вот какой процент, как он, за оплату нуждат, это на обучение? Есть такие данные, значит, ну, тут у меня это название, но данные такие, ну, когда 13-й год у нас все это устроилось, и данные печали, есть первой опыт, где до 5%, да, ну, почему-то все говорят от фото, я говорю, а затраты на персонал, ну, меня так учили, поэтому можно мне это понимать, потому что фото это деньги, которые мы отдаем, а затраты на персонал, который мы еще и социалкой, и то еще, и вот во всем этом в друге, вот это должно быть 5%, а фото там 20-й день, уже обзавели в другом, вот, в других каких-то, в Росатоме менее процентов, в 2013 году, менее процентов, если вы говорите, мы готовим только таланты, нет, есть обязательная форма обучения, мы там все готовим, да, и у нас они очень большие, тут радиации, все-таки, у нас очень много там, вот, а таланты, это вот подготовка для реализирования, программа двухгодичная, и там тоже мы платим особенно достояние Росатома, а два года назад достояние в Сколково учили, вы знаете, какие там цены в Сколково, в Сколково? Зачем там учили, вот вопрос, извините, где? Сколково? Ну как, зачем, вот что вы, вы такие вопросы задаете? У нас генеральный директор Кириенов, это ВМЕ прекрасных экономистов готовит. Слушайте, я согласен, ВМЕ готовит, но мы даже ВМЕ не можем отправить, потому что есть что, Горпоративная, как это называется? Академия. Как? Нет. Горпоративная этика. Этика? Нет, да, да, давайте нет. Горпоративный интерес, вот. Понятно, это противоположные этики. Да, это, ну, мы совпадаем, по крайней мере. Понимаете, Горпоративная академия в Москве, вот такие цены, я говорю, мы, цены культуры и науки, Питер, я здесь найду, я знаю, я здесь сам был директором сада благотворки кадров в 5 лет, а вот. Нет, ты почему не понимаешь, что ли? Нет, понятно, они мешали, их можно и центры создавать, и будет созал центры, помимо железнодорожных вузов, да, сейчас выяснили, что эффективность меньше, чем нуля, да, вот сейчас уже. так вот, так вот, кирьевку идет, как оценивать вот эти центры, или может лучше все-таки на вузы обратить внимание? Нет, слушайте, все, на вузы мы внимание обращаем, но на вузы мы обращаем внимание, как на институты подготовки специалистов, а у нас есть в Волгинске этот, как бы, цифр, да, центр, значит, подготовки кадров, который там, вот такой, он тоже старый, список там этих программ по ядерной безопасности по всему, по всему, а корпоративную академию выделили, для того, чтобы готовили вот по этим компетенциям, для того, чтобы готовили разные там тренинги, проводить, очень хорошие тренинги, нас там Ричардовов учат, у нас в целом программе, мы там сдаем, все, я доволен, я же понятно, Васильевич, спасибо, просто мне, как бы, парень, как бы, про ректора, выключатель, про ректора, про ректора, вот, вот, стадь 4, мне интересуется, определение лучшего выпускника, да, да, определение так просто взято, да, так просто, разочитаем, так, читаем, и выпускник в систему высшего образования, и студент, последнего выпускника, имеющий в виду, вы высшего образования. Да, имеется в виду, вот это, вот, как она, баллонская система, вот, он имеет диплом бакалавра, но он учится по магистратуре, и мы, мы его там, то, что с точки зрения, значит, требовали, может быть, правила определения, нечетко, как я его давал, я пытался поправить, может быть, и мне все, спасибо. Принесли список участников секции, значит, я тоже вспомнил, я же такие фамилии, вот поскольку, вот,